Вы слушаете радио России Дагестан. Какой стала культурная жизнь Дагестана в период пандемии? Чем запомнился уходящий год и есть ли планы на будущее? С этими вопросами я обратилась к руководителю исторического парка «Россия. Моя история» Тимуру Вильханову и заместителю директора по выставочной деятельности Национальной библиотеки имени Расула Гамзатова Сараджа Браиловой. В год, наверное, всем запомнился и никому бы не хотелось повторения вот этого карантина, изоляции, когда не только работать невозможно и непонятно каким образом действовать, чтобы на самом деле сохранить здоровье своих близких, семьи. Год уходящий запомнился, наверное, тем, что на лидерах России впервые четверо дагестанцев победили, показав, что Дагестан — это не только спортсмены, но это и лучшие управленцы в России. Ведь лидер России — это управленческий конкурс, такой же, как «Мой Дагестан», победителем которого я являюсь. Кстати, что особенно приятно, трое из четырех победителей — это победители конкурса «Мой Дагестан». Самая яркая часть — это момент моего назначения для меня лично. Очень интересно было окунуться в работу исторического парка. Для меня это очень важная вещь, учитывая, что я профессиональный историк, и всегда было понимание, как бы я выстраивал работу исторического парка. Всегда было желание что-то сделать в стенах парка. 9 мая работники Национальной библиотеки имени Рассула Гамзатова отмечали двойной праздник — День Победы и 120-летие самой старейшей библиотеки республики, которая начала свою деятельность 9 мая 1900 года. Это крупнейшее в республике хранилище Национального библиотечного фонда, но юбилейные торжества по сущию 120-летия библиотеки пришлось перенести до лучших времен. Этот год необычный. Нам тоже пришлось подстраиваться под Новый год. В этом году 120-летие библиотеки. Вы знаете, это особенный юбилей. Это довольно-таки внушительная цифра. И мы прекрасно знаем, с чего начиналась библиотека и какая она сегодня есть. Я сама точно так же, как и вы, хочу поздравить не только нас, наших работников библиотеки, но и весь дагестанский народ с этим событием. И хочу пожелать, чтобы, как и в советское время, чтобы библиотеку выстраивались в очередь получить книгу, чтобы они любили эту библиотеку нашу национальную, приходили к нам, читали, освещали все то, что увидели, услышали, рассказывали своим близким, насколько библиотека изменилась сегодня. Когда год только начинался, ямаре месяце, мы надеялись на то, что этот год будет у нас очень насыщенным, плодотворным. И мы планировали больше, чем иной год. Так как в этом году у нас юбилей. Так как в этом году очень много юбиляров, писателей, поэтов. Очень много юбиляров, музыкантов, композиторов, художников. Вы прекрасно знаете, национальная библиотека воплотила, несет духовный, культурный мир в себе. И делится всем этим с нашими читателями, пользователями. И мы каждый раз на все праздники обычно ставим огромные, большие выставки разного характера. Книги выставляем и готовим обзоры, привлекаем к этому специалистов наших. И наши пользователи с удовольствием приходят к нам на наши мероприятия, на наши праздники. Слушают с удовольствием наши обзоры, лекции, информационные часы и так далее. Уникальность второго по величине мультимедийного парка «Россия. Моя история» в том, что история Отечества здесь представлена панорамно и с использованием современных технологий. Несмотря на эпидемиологическую обстановку, парк не погрузился целиком в онлайн. Большинство мероприятий проводились в режиме офлайн, но с соблюдением действующих санитарных норм. В рамках празднования 75-летия здесь был представлен масштабный мультимедийный проект «Память поколений. Великая Отечественная война в изобразительном искусстве». 1 октября открылась «Память поколений». Это очень эмоциональная выставка, которая посвящена изобразительному искусству во времена Второй мировой войны. Она в первую очередь передает ощущения художников, которые писали. Она очень интересна и не только художникам, но и простым людям. Она проводит тебя эмоционально через все эти годы, начало войны, фронт, окончание, раны войны. И самое важное, в конце, в восьмом зале у нас есть уголок, посвященный именно художникам-дагестанцам, которые писали на тему войны. Это очень интересно видеть разные работы времен Второй мировой войны, послевоенного периода. Немного по-разному они передают картинку. И я думаю, что каждый должен сам сделать анализ, поэтому подсказывать или рассказывать свое мнение, считая неправильным. Несмотря на ограничения массовых мероприятий, культурная жизнь в Дагестане была довольно-таки насыщенной. Пандемия помогла найти новую форму работы со зрителем. Культурная жизнь стала более мобильной, но доступной. Пандемия настигла нас, и мы ушли на карантин. Мы очень долго думали, мы же не можем оставить наших пользователей без внимания. Этот вакуум надо было чем-то заполнить, и мы, сотрудники Национальной библиотеки, решили перевести все наши мероприятия в онлайн-режим. Они переучились этому, можно сказать. Им это непривычно было, но они взялись за это, и у них это прекрасно получилось. Очень много выходов в месяц. Можно было сказать, что в 6-7 онлайн-режиме передачи вела редкая книга, отдел редкой книги. И очень большой интерес проявляли пользователи, особенно в Инстаграме. Вы знаете, 500-600 лайков мы получали, и сейчас получаем. Мы открыли для себя и новых читателей, и тех людей привлекли, которые вообще думали, что в библиотеке нечего делать. Вы знаете, с удовольствием заходят в наш аккаунт и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и в Ютуб-канале. Вы знаете, у нас разного характера. И юбилей отмечали писателей в онлайн-режиме, и презентации книг проводили, и праздники отмечали, и День Победы отметили. Вы не поверите, весь май месяц у нас ежедневно был прямой эфир. Мы ежедневно проводили мероприятия, посвященные 75-летию Победы. Мы с удовольствием это делали, и делали это каждый из нас, сидя дома на карантине. Книг под рукой нет, мы в библиотеку не приходим, но наши сотрудники, и я очень благодарна за это им, они, знаете, воспользовались всем тем, что у них есть багажники, загажники, так скажем, и проводили эти мероприятия. И это очень хорошо у них у всех получается, получалось и получается. И так мы ежемесячно минимум проводим в онлайн-режиме 18-20 мероприятий. Это минимальное количество, это планово, а еще бывает у нас и вне плана мы проводим точно так же. И интерес к нашему аккаунту растет. Очень много подписчиков, очень много желающих запросов к нам. Как называется аккаунт для наших радиослушателей? В Ютубе Национальная библиотека Республики Дагестан. Библиотека 05 набираете, и вы сразу можете попасть. Вот таким образом мы провели все эти дни, которые были на карантине. Да и сейчас, вы прекрасно понимаете, мы пользователей принимаем, но в ограниченном количестве, соблюдая дистанцию полтора метра, все они ходят к нам в масках. Без масок заходить в библиотеку не разрешается. Естественно, мы проводим специальную стерилизацию, везде мы антисептиками обрабатываем все. Все книги, которые получают пользователи наши при сдаче обратно в библиотеку, мы их отделяем, обрабатываем, держим их две недели, и потом уже повторно выдаем нашим пользователям. Мы соблюдаем все нормы санитарные, чтобы не заболели наши пользователи, также наши работники. 65 плюс на работу таки у нас еще не вышли. Они дома сидят, работают дома, получают, естественно, зарплату. А все остальные на работе. Также на площадке исторического парка «Россия. Моя история» была открыта интерактивная площадка «Знаменосцы Победы» с демонстрацией реконструкции «Неизвестный знаменосец». Она примечательна тем, что там идет демонстрация VR-реконструкции «Неизвестный знаменосец». Одевая VR-очки, ты переносишься в виртуальную реальность. Скажу, что на самом деле мозг абсолютно всему этому верит. Все это очень достаточно впечатлительно. Сам лично проходил. Интересная вещь. И есть фото-зона очень интересная. Даже взрослые с удовольствием переодеваются, фотографируются. Просто десятки, сотни фотографий в Инстаграме вот с этой фото-зоны. Мы, кстати, попросили Министерство по делам молодежи оставить эту фото-зону у нас на постоянное экспонирование. Мы ее, если они нам ее передадут, мы ее перенесем в зал, посвященный Второй мировой войне. И там она будет как бы дополнять экспозицию. И станет такой некоторой фото-зоной, местом отдыха, где можно присесть, немножко передохнуть, погрузиться в обстановку. Также хочу напомнить всем, что у нас действует выставка, посвященная Амедхану Султану. Это дважды герой. Это человек, который на самом деле из самой простой семьи и своим подвигом, своей жизнью доказывает всем и каждому, что все зависит конкретно от человека, конкретно от тебя. Тимур Елеханов считает одними из самых ярких проектов, стартовавших в 2020 году, «Сторожевая башня. Памяти предков посвящается». Арт-объект, представленный в виде четырех сторожевых башен, повествовал о героизме народа. Это дипломные работы учащихся Республиканской школы искусств Мурада Кожлаева, которая была передана историческому парку «Россия. Моя история». В Дагестане есть талантливые ребята, которые могут достойные, интересные, такие даже во многом философские работы представлять, потому что есть школа Мурада Кожлаева, нам передала на экспонирование башню героев. Это очень философская, мудрая работа, которая создана несколькими воспитанниками. Я на самом деле каждому рекомендую пройтись, посмотреть, каждый там увидит свое. Но однозначно подвиг народа и героизм дагестанцев, он вот красной нитью проходит через всю эту работу. Она на самом деле очень интересна. Мы вообще думаем, если будет возможность подать награнт президента Российской Федерации, вот эту работу, если она будет одобрена на территории исторического парка, поставить, как арт-объект сделать такое, покрупнее. На самом деле она очень интересна. В первую очередь надо подчеркивать и показывать людям подрастающие таланты. И детям это наверняка очень приятно, что их работы заслужили такого признания. Стимул для них и понимание для взрослых, ребят, которые приходят к нам. У нас очень много школьников, ходят студентов, что в Дагестане есть талантливые ребята школьного возраста, чуть старше, которые могут достойные, интересные, такие даже во многом философские работы представлять. Запомнились руководителю музея и выставка современного искусства. Лучшие художественные работы учащихся техникума дизайна экономики и права были выставлены на мольбертах. У них есть дизайнеры, и мне лично очень интересны эти работы тем, что в работах студентов техникума дизайна есть отсылка всегда к истории Дагестана, к историческим орнаментам, каким-то узорам, цветам. Но работы очень современные, и материалы, которые используются, современные. Это такая, наверное, ну очень мне импонирующая передача дизайнерской работы. На мой взгляд, дагестанский дизайнер все-таки должен в душе оставаться дагестанцем и проецировать культуру. Нести тот колорит. Нести дагестанский колорит своих работ. В эпоху неопределенности сложно строить планы. 2020 год показал всему миру, что невозможно все просчитать и предугадать. Но пандемия коронавируса научила нас приспосабливаться к самым разным ситуациям. О планах на следующий год, я думаю, еще рано говорить. Мы намечаем проводить в большем количестве мероприятий, чем в этом году в онлайн-режиме. Но и в стационаре, естественно, будем проводить и мероприятия, и встречи, и конференции. План будет очень насыщенный на следующий год тоже. И надеемся, что этот вирус покинет нас, уйдет из Дагестана, и мы полноценно будем работать. План, наверное, простой самый. Это стараться еще более узнаваемым и интересным сделать исторический парк в рамках стратегии, которую я подготовлю. Конкретный план на следующий год, ну, наверное, это личный план защитить диплом по МБА. Мы сейчас все победители конкурса и кадровый резерв главы республики проходим обучение. Как раз по окончанию дипломной работы это будет стратегия развития исторического парка до 2025 года, которая благодаря вот такой возможности работать с лучшими специалистами в России по написанию и подготовке стратегий смогу подготовить. Вот такой план. Удачи вам во всех начинаниях. Самая важная вещь, которая произойдет в новом году, это рождение моей девочки. У меня уже будет четвертый ребенок. Я вас поздравляю. Спасибо. Дети – это самая важная часть жизни. И все, что мы делаем, на мой взгляд, это для процветания наших детей. Смысл того, на самом деле, почему я… Изначальный смысл, почему я пошел на конкурс в Модрестан, я, в первую очередь, конечно, поверил в главу республики, который Владимир Абдулельевич, бывший глава. Поверил, что этот человек серьезен и что он на самом деле хочет менять. И второе, я на самом деле хочу, чтобы мои дети росли в лучшей республике. Надежды на нового главу вы предлагаете? Надежды? Вы знаете, моя надежда, что будет продолжен взятый курс на улучшение, на декриминализацию, которую сказал Владимир Владимирович Путин. Потому что путь, который был выбран Владимиром Абдулельевичем, он правильный. Планомерная, четкая, выравниваемая ситуация, выработка стратегии 20-35, которая сейчас у нас вырабатывается, и следование намеченным стратегическим планом. У нас есть стратегия 20-24, она, в принципе, исполняется. К примеру, есть зарубежные государства, где от смены руководителя не сильно много меняется, потому что есть стратегии, выработанные, люди с этим согласны. Вот, к примеру, придя в исторический парк, пускай это небольшое заведение, менять что-то кардинально, это значит разрушить всю структуру и разрушить всю работу, которая выстроена была до меня. Но это же неправильно. Поэтому надежда есть. Надежда на то, что человек продолжит курс и таким же, может быть, еще более динамичным, напористым образом будет следить за тем, чтобы стратегические цели достигались. Среди ваших коллег много заболевших? Благо, у нас их очень мало. Очень мало. Вы сами лично переболели? Да, я сама лично переболела, и несколько человек наших сотрудников переболели. Болели в легкой форме. И это было в начале пандемии, это был март, апрель, май месяц. Сейчас все живы и здоровы, все на своих местах и плодотворно работают. Книга года, если любите читать? Честно говоря, за период пандемии перечитал массу книг. Очень понравилась книга «Измерять то, что важно». Автор сейчас сразу не скажу. Это зарубежное издание, но очень важно, интересно для меня, как для руководителя, как правильно выстраивать рабочие процессы и как измерять имена. Наверное, как правильно ставить задачи, как измерять полезность и как выстраивать рабочие процессы внутри, чтобы именно инициативность сотрудников выросла, чтобы мотивация подросла, чтобы каждый понимал, какую он лепту вносит в развитие общего дела. Но это скорее управленческая литература. Абсолютно точно знаю, что если ты что-то хочешь изменить, возьми и сделай это. Начни с себя и делай это своими руками. Сидеть и говорить, что кто-то неправ, и я бы сделал по-другому, это неправильно. Если бы ты сделал по-другому, возьми и сделай по-другому. Начинай. Вот каждый на своем месте. Преподаватель в университете, учитель в школе, врач. Ты бы хотел лучшего? Как бы ты хотел? Ну, какое отношение хотел бы ввести? К своим близким, к своим детям? Значит, так надо поступать. Хочется пожелать всем здоровья, чтобы близкие всегда оставались рядом. Относиться серьезно к всем мерам предостережения. Все эти режимы, масочный режим, дезинфекция, обработка рук. Все это некоторым кажется перебором. Но мне кажется, лучше быть более бдительным, чем недобдеть. Ведь эту болезнь по-разному люди переносят. И многих мы уже потеряли. Никому этого не желают, потому что каждый человек, ну, на самом деле, бесценен. Ну, так как всем счастья, здоровья, и, наверное, хотелось бы всем пожелать работать над собой каждый день. Потому что счастье достижимо только тяжелым трудом. Уходящий год стал настоящим испытанием для всех нас. 2020-й, несомненно, войдет в историю человечества как год COVID-19. И провожаем мы его с благодарностью за все трудности и победы, которые мы пережили вместе. Пусть вместе с ним уйдут в прошлое пандемия, карантин, самоизоляция и удаленка. Пожелания. Желаю, чтобы Новый год был лучше прежнего. Не только тем, что будут достигнуты новые успехи, но и обязательно на личном фронте, чтобы внутри семьи, у родителей, у близких все было хорошо и даже лучше. Лучше, чем в прошлом году. Желаю всем, в первую очередь, личного счастья и процветания. А все остальное – это важно, но вот не знаю, как сказать. Первым долгом хотелось бы пожелать здоровья нашему народу, крепости духа, чтобы каждый из них верил в то, что завтра будет лучше, чем сегодня. Берегите себя, любите родных и близких. На этом наша передача подходит к концу. Я напоминаю, что руководитель исторического парка «Россия. Моя история» Тимур Велиханов и заместитель директора по выставочной деятельности Национальной библиотеки имени Расула Гамзатова Сараджа Браилова подводили итоги 2020 года и строили планы на 2021. Ну а я, вздана от Магомедова, прощаюсь с вами. До скорых встреч! А без тебя в душе наступит зима Синее небо без тебя Станет серым-серым И для того, чтобы тебя отыскать Я упаду на город снегом белым-белым Ах, я замету на Рождество Снегом белым-белым И постучу в твое окно Снегом белым-белым Я напишу на Рождество Снегом белым-белым Как повстречали мы любовь Под снегом белым-белым Я так хотел бы тебя Отыскать И загружиться нам двоим В танце белым-белым Но для того, чтобы тебя Мне обнять Надо упасть на город снегом Белым-белым Ах, я замету на Рождество Снегом белым-белым И постучу в твое окно Снегом белым-белым Я напишу на Рождество Снегом белым-белым Как повстречали мы любовь Под снегом белым-белым Снегом белым-белым Ах, я зайду на Рождество Снегом белым-белым И постучу в твое окно Снегом белым-белым Я напишу на Рождество Снегом белым-белым Снегом белым-белым Как повстречали мы любовь Под снегом белым-белым Под снегом белым-белым Вы слушали Радио России Дагестан До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин